Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! С вами Майка и Эмили с очередным мукбанком. У нас сегодня жульен. Рецепт я вам оставлю, если не забуду. Здесь у нас болгарский перчик и помидорки. Он у меня уже остыл, пока я тут готовилась. Папа звонил, болтали о том, о сём, о жизни. Многие часто задают вопросы. Наверное, у папы там другая семья. Я постоянно читаю эти комментарии и реально очень сильно обижают меня они. Потому что я знаю, как есть на самом деле. Я знаю, что мой отец просто офигенный семьянин. Он никогда ни на кого не посмотрит. Почему папа не приезжает? Все спрашивают, всем интересно. Дело в том, что, в связи с последними событиями, коронавирус и все дела, сначала просто было всё закрыто, а сейчас нужно сделать прививку. Их две. Сначала как бы пробное. Папа говорит, что-то у него рука болит после первой прививки. Но, блин, не сделаешь. Никуда не поедешь. Я лично отношусь положительно ко всем этим прививкам. Я считаю, лучше, как бы, довериться государству и сделать, нежели потом заболеть и все эти последствия, расходы и так далее. Но многие, кстати, в комментариях начали меня осуждать, когда я сказала, что я не против. Почему-то все россияне против вакцины. И в том числе и мой отец, который живет в России, он тоже не хотел делать. Ни в какую. Родственники, которые живут там, а здесь все делают даже без задней мысли. Наоборот, у меня подруга, когда делала прививку, она говорит, в больнице такая очередь. Просто 4 часа она стояла в очереди. Столько желающих. Поэтому папа не приезжал не потому, что ему не хотелось нас увидеть, а просто такие обстоятельства. Много сейчас людей, которые застряли в той иной стороне. Немного даже завидую людям, которые едут отдыхать. Непонятно, закроют границы, смогут они приехать или нет. Отдых это, конечно, святое, но здоровье важнее всего. Я вроде как не болела короной. Ну, вы знаете, не то, что я его легко перенесла. Я просто нахожусь в такой изоляции от общества. Я постоянно дома. Работаю я из дома. Ну, куда я хожу? Никуда. Сейчас в последнее время с квартирой вообще замоталось. То сделай, это сделай. Здесь сливки. Очень много грибочков. Еще в деревню поедем. Надо столько всего успеть. Столько у меня идей, что я могу снять в деревне. Просто уверена, что вам понравится. Будет очень интересно. Что я вам хотела сказать? В общем, когда я сейчас снимаю видео со скетчбуком, как я рисую, на фоне я решила рассказывать ваши жизненные истории. Эта идея у меня появилась после того, как моя одна подписчица отправила свою жизненную историю, что с ней произошло. А вот. Я попросила зачитать на мукбанке. Но просто история была настолько длинная, что если бы я зачитала на мукбанке пол-видео, пол-мукбанка, я должна была быть с телефоном в руках. Что я решила сделать? Я просто взяла и рассказала эту историю в процессе того, как я рисую. В общем, думаю, что вам будет интересно. Если у вас тоже есть реальные истории, которые произошли с вами абсолютно анонимно, я расскажу вашу историю жизни. Не то, что прям коротко, надо, чтобы история была длинная от начала до конца во всех подробностях. И знаете, абсолютно анонимно вы можете получить совет от минимум 20 тысяч человек. Все-таки взгляд со стороны это другое. Я помню, раньше анонимно мы задавали вопрос на Mail.ru. Такие вопросы, которые не можешь задать ни учительнице, ни маме, стесняешься. Я такие вопросы задавала на Mail.ru и получала очень даже классные ответы. Сливки обалденные просто. Нежнятина. В общем, если у вас есть такое желание, вы можете даже со своего аккаунта написать. Ничего страшного, я ваше не лицо, не ваши данные говорить не буду. Просто расскажу вашу историю. Чтобы было интересно. Откуда я взяла эту идею? В тиктоке я видела. Ну, там девочка придумывает истории и рассказывает их, ну, как сказку, да? И в процессе этого еще и рисует очень залипательно получается. Мне кажется, интереснее и полезнее будет, если я буду рассказывать реальные истории реальных людей. увидела, кстати, новость, что скоро Инстаграм будет выглядеть точь-в-точь как тикток. Вся аудитория уже уходит в тикток. Даже я заметила, смотрела чье-то видео в Ютубе и там вышла реклама Инстаграма. Прикиньте, Инстаграм покупает уже рекламу, потому что все люди переходят на тикток. Люди переходят на другие соцсети. Интересно, да? Я все меньше и меньше сижу в Инстаграме. Единственное, что меня раздражает в тиктоке под один и тот же звук у меня все рекомендации. Мне просто неинтересно уже, сколько можно перелистывать и там неинтересно нажимать. Один и тот же звук. Это говорит вам о чем? о том, что даже если ты супер популярен, это не значит, что так будет всегда. Все в этой жизни временно и нужно придумывать что-то новое, чтобы держаться на высоте. Инстаграм покупает рекламу Ютьюба, я в шоке. такой я видела впервые. Вообще, после появления соцсетей, мне кажется, люди как-то проще начали относиться к отношениям. Например, да, ой, я себе уже другого нашла, там в инстаграме познакомилась, ой, не знаю, тут, там. Как-то люди проще начали ко всему этому относиться. Смотрю, столько азербайджанок девушки выходят замуж, не знаю, за каких-то арабских футболистов, там, не знаю, одна вышла за сына Жан-Клод Ван Дамма. И реально все эти люди познакомились через интернет, и это безумно круто по мне. Но в то же время теряются какие-то принципы. и вот я читаю комментарии, например, девушка уходит за афроамериканца, азербайджанка. Все начинают писать, ой, да они не подходят друг к другу, зачем ей это надо, она рад драть денег с ним. Вам-то что, господа? Самое главное, она счастлива. Вот это самое главное. Все остальное мелочи. было очень-очень вкусно, я реально наелась, потому что это очень калорийно, нажралась, так скажем. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. пока. Пока. Продолжение следует...